МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск.Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса расскажем о главных событиях минувшей недели. Интрига или кадровый голод? Губернатор Назаров выдержал паузу и назвал своих кандидатов в избирательную комиссию по выборам мэра. Куда не ступит нога человека? Почему амичи не убирают за своими питомцами? И кто ответит за испорченные газоны? Докатились. Омск снова встал в пробках. На чем быстрее добраться до места назначения на машине или общественном транспорте? Память по расписанию. Вечный огонь погас на его содержание. Не хватает денег. Чиновники заявили, что Гретин будет 17 дней в году. На этой неделе губернатор назвал своих представителей в комиссию, которая будет отбирать претендентов на пост мэра. Это Лидия Герасимова, секретарь общественной палаты Омской области. Сергей Тодоров, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Омской области. Дмитрий Васильев, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра. Вадим Бережной, главный врач клинического медико-хирургического центра Виктор Бобырь, глава Совета непарламентских партий Омской области. Александр Кузяков, паралимпийц, чемпион мира и Европы по фехтованию. Напомню, теперь городоначальник будет не всенародно избранный, а тот, которого выберут депутаты горсовета. Половина комиссии из депутатов и почетных граждан Омска была названа еще 22 февраля и через 15 дней еще шестерых должен был представить глава региона. Однако сделал он это позже. Его заместитель и вовсе обмолвился, что решение звучит не раньше 17 марта. Политологи уверяют, на самом деле Виктор Назаров мог бы определиться с членами комиссии за 15 минут. Одни такое затягивание времени объясняют интригой, другие отсутствием кандидатов на пост мэра. Кадровая проблема в политической системе Омской области и города Омска у нас есть давно. У нас это выхолощенное поле, потому что долгое время правила одна элита и расставляла на диспозиции тех, кто был интересен ей. Новая элита формируется очень медленно и выхолощивается отъездом из нашего региона и тем, что регион инвестиционно непривлекателен, поэтому каких-то особых политических амбиций у нас здесь не заявляет никто. Он показывает, кто в доме хозяин, кто в доме хозяин, а здесь интрига высший пилотаж. И вот он показывает, что да, пока я не пошевелюсь, вы будете здесь крутиться и думать. Не зря даже говорят, что возможен перенос всего этого рассмотрения на потом, когда будет следующий состав депутата городского совета. Скорее всего, выборы будут, возможно, будут мэра проводиться в сентябре и даже в октябре. На этой неделе в городском парке Победы погас вечный огонь. Инцидент вызвал серьезный резонанс. Оказалось, на содержание мемориала нет денег. И гореть он будет, как заявили в департаменте городского хозяйства, только 17 дней в году. Однако на ситуацию тут же отреагировал мэр Двораковский, заявив, что вечный огонь в Парке Победы погас из-за технического сбоя. Тот, кто допустил это, будет наказан. Ну а губернатор во время торжественного открытия мемориала заявлял, что этот вечный огонь будет гореть всегда, пообещал вернуть его на баланс области, если в мэрии не смогут найти деньги. Напомню, что вечный огонь в прошлом году уже гас, но тогда это было связано с ревизией. Сейчас пламя вновь зажгли. Чиновники подсчитали, кто больше всех мусорит в Омской области. Оказалось, крупные офисные центры, гостиничные комплексы и образовательные учреждения. Выбрасывают сотни тонн отходов в год. Специалисты вывели и норматив для жителей многоэтажек. 7 литров мусора или 1 килограмм в сутки на одного человека. Независимые эксперты считают нормативы завышены. А значит, цена за вывоз мусора вырастет в несколько раз. Платить по новым квитанциям омичи начнут с начала следующего года. Неясно, и куда бытовой мусор повезут через несколько месяцев. На городских свалках будет запрещено даже накапливать отходы. Правительство региона в срочном порядке ищет места для новых мусорных полигонов. Один из них может появиться в Омском районе, в 25 километрах от города и в 500 метрах от деревни вперед. Об этом рассказывают местные жители, которые крайне обеспокоены таким потенциальным соседством. Мой коллега Дмитрий Ковалев побывал на месте и попытался выяснить, где же в итоге будут складировать отходы. Они не митингуют и не скандируют, только ждут, когда кто-то из чиновников объяснит, будет ли рядом с их домами новый полигон коммунальных отходов. Валерий Ядровский живет в деревне Вперед уже почти 20 лет. Мужчина уверен, если появится свалка, то оставаться здесь никто не захочет. Отходы на ближайших полях хранить нельзя. Рядом с деревней много мелких прудов, которые впадают в Омь. Вся эта беда пройдет через Омку, через овраги, она пройдет в Омку и попьет в Ортыш. И дорогие мечи, вы будете пить свое же. Не будут довозить мусор до помыки. Его вывозят в ближайшем лесу, кувете где-нибудь. Все равно это все бросится. Люди боятся и за свое здоровье. Здесь нет водопровода. Питьевую воду берут из колодцев. И уверены, отходы отравят грунтовые воды. Обращения к главе поселения, района и министрам пока остаются без ответов. Всем обидно за то, что такую красивую деревню, такие красивые места хотят загадить. Рядом находится психоневрологический интернат. Это оздоровительное учреждение. По Санпинам возле оздоровительных учреждений нельзя располагать полигоны ТБО. По заказу областного министерства строительства была разработана карта размещения полигонов твердых коммунальных отходов. На ней таких мест 8. Рядом с Называевском, Калачинском, Шербакулем, поселком Большеречье, в Таврическом и Палвоградском районах. Еще два полигона могут появиться в Омском районе. В официальном ответе Министерство строительства и ЖКК Омской области нашему каналу пояснили, пока в приоритете всего 4 территории для строительства. И деревни вперед в этом списке сейчас нет. В целях реализации полномочий по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захранению твердых коммунальных отходов Минстроем Омской области определены для города Омска и прилегающих районов 4 основных направления строительства полигонов. Это Таврический район и Омский район, Большереченский и Называевский муниципальные районы Омской области. Экологи уверяют, новые полигоны должны находиться вдалеке от населенных пунктов. И согласовать их строительство с жителями ближайших поселков чиновники обязаны. Таких жестких правил, на которые могут сослаться чиновники, нет. В любом случае население должно влиять на этот процесс. И если рядом располагаются реки или высокий уровень подземных вод, или с подветренной стороны на небольшом расстоянии находятся, то, конечно, на мой взгляд, жители должны высказать свои требования. Сейчас ситуация с вывозом мусора в Омске критическая. Единственный действующий полигон не имеет лицензии. Ленинская и Кировская свалки переполнены, но на них продолжают свозить отходы. Мы для себя даже рассматриваем варианты, ну, как некий крайний. Вплоть до предложения объявлять в городе режим ЧС, то есть чрезвычайной ситуации. И пока полигон лицензированный не появится для города Омска, те свалки, как мы их называем, ну, кто-то называет их полигонами, их открыть и вот в режиме, режима чрезвычайной ситуации, производить там утилизацию твердых бытовых отходов. Единственный выход, считают общественники и экологи, после строительства нового полигона оставить его в собственности муниципалитета, чтобы он приносил прибыль. Вмешательство бизнесменов предлагают ограничить. Именно их многие теперь обвиняют в мусорном кризисе в Омске. Дмитрий Ковалев и Евгений Русенко. Омск здесь. Точем быстрее передвигаться по городу на автомобиле или на общественном транспорте. Результаты нашего эксперимента после небольшой рекламы. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Летом омичи смогут проехать на общественном транспорте всего за 1 рубль, в том случае, если это будет вторая поездка в течение получаса. За первую поездку надо будет заплатить 21 рубль. Ну а к осени в Омске должна измениться маршрутная сеть. Ее разработкой займутся эксперты из Санкт-Петербурга за 2 миллиона рублей. Обещают, пробок в городе должно стать меньше, а пока на этой неделе движение в Омске вновь было парализовано. Причем добраться до работы или домой на личном транспорте можно было ничуть не быстрее, чем на общественном. Моя коллега Светлана Иловнарова провела эксперимент. По статистике, около двух лет своей жизни человек тратит стоя в заторах. Мы пытаемся и пораньше выехать и найти объездные пути, лишь бы не попасть в пробку. Но все равно дорога домой или на работу затягивается на 40 минут, а то и на час или полтора. Особенно, когда нужно ехать через весь город в час пик. Мы решили проверить, какой вид транспорта быстрее всего доставит пассажира от 25 линии, здесь я работаю, до железнодорожного вокзала. Там живу. Преодолеем этот маршрут на трамвай, личном автомобиле и маршрутной газели. Оценим комфортность, время, проведенное в пути и стоимость. Поехали! Начнем с железнодорожного транспорта. С этой остановки до железнодорожного вокзала идет трамвай номер 9. В принципе, единственный трамвай на этой остановке. Нам повезло, и он приехал очень быстро. Запускаем секундомер. За проездом около 22 рублей, а трамвайчук, такой довольно старый, то есть, у меня тут шавчину видно, сиденья деревянные. Ну, и скажу, что очень удобные. Очень часто? А почему это там? Вон они маршрутки катели или там, не знаю. Мы, конечно же, без навигатора едем, и сейчас мы скоростью примерно 10 км в час. На таких-то участках брались еще медленнее. Сейчас прошло 10 минут, вот, мы добрались только до седьмой линии. На своем автомобиле за это же время я добралась до улицы. Шоково, другую. Люблюсь лично, личная машина в том, что ты можешь выбирать другой маршрут и объезжать любые пробки прогулками. Единственное, что под веску, червать, все-таки, вот, уже забили. Вот, встала в пробку на Масленниково. Машины стоят в три ряда, где видно просто все. Ну, слава богу, когда было. В тепле и очень комфортно. Вот это телевообщее нет, но нужно пробки на маркс. Ну, хотя газелисты, в принципе, могут иногда и протиснуться об окна и всех, но нарушают правила. Быстро, поэтому я езжу на газелях и на автобусах. Мне время нужно. На тайге 20 минут, и мы уже подбежали. Оп! Все. Добрались до ЖД вокзала за 22 минуты. В принципе, хороший результат. В пробках практически не стояли, а маршрутка доезжала уже полупустая. Вот, железнодорожный наш пояж закончен. На это мы потратили. Потратили 37 минут. Наконец-то добралась до вокзала, и на это мне потребовалось 38 минут. Быстрее всего добраться даже до вокзала удалось на маршрутной газели. Да, вид транспорта не самый комфортный, но, как оказалось, один из дешевых. За 9 километров пути я заплатила 25 рублей. На трамвае за то же расстояние отдала 22 рубля. А вот на машине, расход которой 12 литров дизельного топлива на 100 километров, заплатила аж 43. Но, конечно, какой вид транспорта выбрать, решать самим у мяча. Светлана Еловнарова, Константин Демиденко и Артак Мурадян. Омск. Здесь. У заключенного под домашний арест украли стационарное контрольное устройство. Прибор, который позволяет отследить, где находится осужденный. Оказалось, жителю Селькуля захотелось выпить. Снять браслет с ноги он не смог, а потому решил прихватить с собой маяк, положив тот в пакет, чтобы электроника не зафиксировала отлучку. Распивая алкоголь с собутыльником в здании местного автовокзала, мужчина ненадолго отлучился. В это время новый знакомый похитил пакет со стационарным устройством. Зачем? Остается только гадать. В итоге незадачливому вору грозит до двух лет тюрьмы, а обладателю браслета 15 суток. К другим темам. Из-под тающего снега появились первые подснежники. Но не те, что радует глаз. Весна показала, где выгуливали собак. На газонах, детских площадках. Словом, везде, куда не встань. Проблема останется даже после того, как сойдет снег. Ответственных собаководов в Омске по-прежнему меньшинство. Можно ли как-то воздействовать на недобросовестных, разбирался Дмитрий Куканус. По утрам и вечерам омские дворы и скверы превращаются в отхожие места. Подтаившие сугробы скрывают слой собачьих экскрементов. Владельцев собак это нисколько не смущает. Скажите, пожалуйста, а вы за свои собак выбираете? А зачем? Вас не смущает то, что это как-то некрасиво? Наверняка здесь живете где-то? Да, рядом. Да ну бросьте. Снег растает, земля появится, видно ничего не будет. Угодить за подню может каждый на тропинках, кустырях и даже детских площадках. Пешеходы внимательно смотрят под ноги. Мамы пристально следят за детьми. Очень неприятно, конечно. Ну ходить как? Не убирают за собой. Желателем, конечно, чтобы убирали хозяева за собой, когда выводят своих животных. Надо делать отдельные места, где будут прогуливаться собачки с хозяином. Они должны убирать за своими собаками, как это делается, по-моему, везде и на Западе. Но за рубежом проблему решают жесткие правила. В Америке штраф за выгул без поводка – 300 долларов. А в Германии владелец платит за своего питомца налог от 100 до 700 евро в зависимости от породы. Уборка во время выгула даже не обсуждается. В России к нарушителям относятся проще. Правила содержания собак были прописаны в решении Горсовета. И, помимо прочего, в них был такой пункт – владельцы собак должны не допускать загрязнения мест общего пользования в жилых домах, а также дворов и тротуаров. То есть, другими словами, делаешь два шага, и уже присевший на газон песик ничего не нарушал. Штраф составлял 100, максимум 500 рублей. Да и наказывали рублем лишь немногих заводчиков. Но уже более полутора лет и такой санкции не существует. В 2015 году этот свод правил был отменен. В Омском городском совете не могут принять муниципальный закон потому, что подобного нет в региональных актах. А он, в свою очередь, не издан потому, что и на уровне Федерации, на уровне Государственной Думы еще закон не принят. Он обсуждается уже несколько лет. И, как нам объясняют из экранов телевизоров, что много очень предложений, много очень поправок от населения, от общественных организаций приходит. И вот эту гору предложений и поправок никак не могут уже обработать, чтобы принять в окончательном виде. А пока все зависит от сознательности самих собаководов. Но сами они не хотят об этом думать. Одни, завидев видеокамеру, ускоряют шаг, другие уходят в противоположную сторону. За час нам попалась только одна ответственная амичка. А ведь цена вопроса всего несколько сотен рублей. Есть вот такой конструкции совочек. Одевается сверху мешочек. Вот. Захватываем. И все. И просто потом убираем. Руки остаются чистыми, да? Да, мы даже не прикасаемся. Удобный захват или простой совок. Еще мешочки. Выбор в зоомагазине небольшой. Продавцы говорят, что таким товаром покупатели редко интересуются. Да и на полках он появился благодаря двум постоянным клиентам. Семейной паре из Италии, приехавшей на работу по контракту. И они, кстати, нас сподвигли на то, чтобы ассортимент расширить в этом отношении. И мы ставим их в пример. Вот, многим людям. Чтобы хотя бы они задумывались, что надо убирать за животным. Не просто кормить. Дмитрий Кукана, Сартак Мурадян и Павел Ходынский. Омск. Здесь. Выросший штраф за неочищенные крыши жилых домов от снега и наледей заставил коммунальщиков трудиться активнее. Теперь за недоработки платить придется не 40, а 250 тысяч рублей. Впрочем, даже столь жесткая мера действует не на все управляющие компании. Почему? И что делать жильцам домов, если коммунальщики не хотят работать? Об этом в нашей студии мы поговорим с начальником государственной жилищной инспекции Сергеем Плисовым. Сергей Владимирович, здравствуйте. Сергей Владимирович, вот как последняя проверка показала и как в предыдущей проверке показывают, насколько эффективно, насколько активно, насколько качественно крыши домов, это сейчас актуальная проблема, очищают от снега, от сосулек, от наледей? На сегодняшний день в адрес государственной жилищной инспекции поступили обращения свыше 40 обращений, что не убраны крыши. Избежало бы от жильцов, так и крыши? Бесспорно, полностью они проработаны. Почему? Потому что, ну, мы сами понимаем, что это и есть угроза жизни, поэтому стараемся в течение дня-двух закрыть все эти вопросы. То есть и личный состав это понимает. Выдано свыше 24 предписаний вот именно по этим обращениям. Сергей Владимирович, а вот от этого момента, когда вы выявили нарушение после обращения жильцов, предписание выписали, вот сразу штрафуют? Или они как-то могут еще там... Увиливать от ответственности? Нет, ни в коем разе здесь от ответственности никто не может уйти. Выдается предписание, если это предписание не исполняется в срок, значит идет на удвоение штрафа. То есть составляется протокол, там по 19,5, это уже удвоение штрафа в размере 500 тысяч. Но я не знаю. Сколько именно исправления, вот вы говорите, времени дается? Вот вы выписали предписание, сколько дней? Это в зависимости от инспектора. Достаточно управляющей организацией в течение там двух-трех дней, то есть произвести уборку с крышных кровель. Накануне появилась информация, некий отчет от мэрии, что 75% снега из Омска было вывезено. Вот каково ваше мнение? Действительно вот так? Что показывают проверки? Мы с вами двигаемся по городу Омску, и я вижу, как это происходит в округах. В основном у нас центральная часть города Омска, как правило, только убираются окраины. У нас там и, как говорится, на сегодняшний день остаются желаемые, выдается за действительное. Вот то, что территория со дворов снега, то есть не производится уборка территории, это соответствует действительности. Я бы, наверное, такими цифрами не разбрасывался, и, скорее всего, это в районе 25%. Я не исключаю, что, да, я прекрасно вечером также двигаюсь по городу Омску и вижу, что техника работает, работает, но работает она довольно-таки слабо. Если жильцы недовольны качеством работы управления компанией, там снег у них там на крыше лежит, сосульки свисают, угрожают здоровью жизни жильцов этого дома, что им делать? Если действительно на сегодняшний день у вас существует такая проблема, стоит вы в письменной форме, и не поленитесь, придите по адресу Блатова, 68, телефон приемной 69-37-28, вы можете в любое время с полдевятого до пяти сорока пяти обратиться в приемную или государственной жилищной инспекции, надлежащим образом будет оформлено обращение, и в короткожатые сроки будут предприняты все необходимые меры, даже в телефонном режиме, если управляющая компания на сегодняшний день дорожит своей лицензией, которая выдана на право осуществления данной деятельности, они, как правило, прислушиваются даже достаточно телефонного звонка. Спасибо, Сергей Владимирович, что нашли время и пришли к нам в студию. Ну а после рекламы расскажем, почему женщины в Омске довольствуются своей долей и на многое не претендуют, оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Радио «Дача» 101.0 FM в Омске. Радио «Сибирь» 103.9 FM в Омске. Десятки мечей вместе с сотнями жителей всей страны на этой неделе стали жертвами цветочных аферистов. Новосибирская фирма «Флора Маркет» принимала заказы со всей страны на поставку тюльпанов. Руководители взяли предоплату с кого-то 30-40, с кого-то и 200 тысяч рублей. Меньше, чем за неделю до Международного женского дня. Менеджеры фирмы перестали отвечать на телефонные звонки, а двери их офиса оказались закрыты. Разгневанные предприниматели выяснили, что сайт, группы в социальных сетях, да и сама организация, были созданы практически в один день, в октябре прошлого года. Обманутыми оказались больше 300 человек. Ущерб составил свыше 50 миллионов рублей. Всех их подкупила заманчивая цена тюльпанов, всего 27 рублей за штуку. А учитывая, что цена на тюльпаны на городских рынках 8 марта была 50-60, а в магазинах и того больше, бизнесмены не получили от 5 до 10 миллионов рублей прибыли. Чего хочет женщина? На этой праздничной неделе такой вопрос задавал себе, ну, пожалуй, каждый мужчина. А вот социологи знают ответ, по крайней мере, на вопрос, что хочет женщина от своей работы. К слову, нынешнее поколение дам, в отличие от пресловутых Клары Цеткиной и Розы Люксембург, за равноправие не борются, а по крайней мере карьерные. Ольга Качкурова расскажет подробнее. Социологи одного из крупных рекрутских сайтов в преддверии Международного женского дня проанализировали 75 тысяч резюме и мичек. И сделали вывод, у них нет карьерных амбиций. И только треть женщин, ищущих работу, претендует на руководящие должности. Например, среди соискателей на позиции топ-менеджеров. Только 28% резюме принадлежит женщинам и 72% мужчинам. Похожая ситуация в сфере IT, где традиционно предлагают высокий заработок. 9% резюме от женщин против 91% от мужчин. А вот не в такой престижной сфере, как торговля. В числе претендентов абсолютное большинство именно женщин. Продавцами хотят быть 74% женщин и только 26% мужчин. 87% резюме бухгалтеров тоже от представительниц прекрасной половины человечества. Они также хотят найти работу в сфере рекламы и маркетинга. Чаще всего работающие томички от 25 до 30 лет – 35%. И в возрасте 20-25 лет – 31%. Каждое пятое резюме размещают женщины в возрасте 30-35 лет. Каждое десятое в возрасте 35-40 лет. То есть большинство женщин после 40 работу не меняют или становятся домохозяйками. И вне зависимости от возраста у абсолютного большинства соискательниц невысокие зарплатные ожидания. Так, например, в сфере маркетинга и рекламы женщины согласны получать на 8% меньше, чем мужчины. В госсекторе разница 11%, в медицине – 20%, в образовании – 25%. И самый большой разрыв в зарплатных ожиданиях у специалистов в IT-сферы – 33%. Исследователи полагают, что сейчас размер зарплат женщин соответствует тому уровню, который был у мужчин 10 лет назад. Так, в среднем амички надеются зарабатывать около 19 тысяч рублей. А вот мужчины не хотят получать меньше 24. И последнее. Омский «Авангард» продолжает борьбу за кубок «Гагарина» матчами против «Акбарса». Никогда в истории КХЛ в плей-офф амичи казанцев, что называется, не проходили. И я думаю, многие будут рады, если эта традиция нарушится. Но сейчас о другом хоккее. В эти же дни в Барнауле мальчишки с Алтая, Красноярска, Новосибирск и Омска бились на турнире памяти Алексея Черепанова. Воспитанника Алтайского и Омского хоккея, выдающегося молодого проспекта, не стало в 2008. Но о нем помнят и быть похожим на него хотят многие начинающие хоккеисты. Алексей, с одной стороны, был простым мальчишкой, добрым, отзывчивым. С другой стороны, он был очень упорным. Он еще в три года сказал, что я буду работать хоккеистом. Я считаю, что это важно, прежде всего, для ребят, потому что, как говорится, ну, мальчишка из села достиг таких успехов своим трудом. Поэтому у всех, у каждого ребенка есть шанс в этой жизни, чтобы заиграть на высоком уровне. Пусть ваши ожидания всегда оправдываются. Это была программа «Омск здесь». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин